Доброе утро всем! Декабрь в разгаре, а у нас сегодня зимняя рыбалка, поэтому посверлились! Я очень часто спрашивал сам себя о том, какая тактика должна быть при ловле зимой на незнакомом водоеме, много думал об этом, много размышлял, выбирал какие-то интересные тактики, и сейчас в этом видео готов с вами поделиться своими какими-то определенными наработками, и возможно, что они помогут вам в вашем зимнем пингвиньем деле. По прибытии на место начинаю сверлить лунки, начиная от берега и продвигаясь в глубину, и сразу же одновременно проверяя дно с помощью эхолота. У кого эхолота нету, возьмите обычный глубомер, это груз с веревкой, и меряйте дно. Наша с вами задача найти перепад глубины, затем найти какую-нибудь ровную площадку где-нибудь на глубине, которую мы с вами будем закармливать. А на перепаде глубины и у берега мы с вами будем изначально ловить на блесну и на самотряс, на балансир и на все остальное, пока у нас лунки кормятся. Поэтому поехали! В общем, сейчас ушел с глубины 96 см до глубины 7,5 метров, нашел стол, где глубина идет 4,23,80. Сейчас буду прикармливать лунки на глубине, ставить палатку и пить чай. Затем уйду на мель проверить наличие окуня, потому что иногда бывает зимой, окунь выходит на мелководье, ну я имею ввиду крупный окунь выходит на мелководье за мальком. Поэтому будем смотреть, проверять и реагировать на меняющиеся погодные условия и поведение рыбы. Ну что, палатку я уже постоял. Сейчас буду готовить прикормочную смесь и побегу по лункам, прикормивая лунки. Уже весь вспотел от количества пролила на холодном, потому что я тоже достаточно толстый. Ну что поделать, рыбалка дело такое, рыбалка дело настоящих мужчин. Ребят, в общем, прочитал тут то, что лещ очень любит в мотылях прикормить. Поэтому за этим в магазин взял прикормочку, прикормка рыболовная, мотыля такая, красного цвета. Взял сухарей, ну и оставалось у меня немного мороженой прикормки с прошлого раза, она идет с мотылем. Сейчас, наверное, все это дело смешаю, вот в таком контейнере, и буду потихонечку закормиваться. Пока лунку прикормила, смотрела халат, по дну явно кто-то шарится, потому что дно то понижается, то повышается. Причем, знаете, много, то есть, вот была глубина 279, сейчас глубина 290, и вот она пляшет. Кто-то шарится по дну, вот сейчас будем кормить, и будем смотреть, кто у нас тут живет. В общем, как я кормлюсь? Опускаю одну кормушку на дно небольшую, вот такую. Есть, конечно, лещовая, с ними намного проще, то есть, сразу бабахнул туда и все, и пошел дальше. Вот, ну, моя-то задача сейчас максимально короткий срок рыбы привлечь, поэтому я одну кормушку маленькую на дно и шарик сверху туда. Все, то есть, он пока на дно идет, он рассыпается по большому радиусу, ну, и, соответственно, с более большого расстояния рыбы привлечет. Лунки я прикормил, сейчас опустил удочку в прикормленную лунку, вот здесь вот халат у меня периодически попискивает, насадил одну малиночку, это у меня будет, как бы, проверочная такая снасть. Я сейчас поем немного и пойду прогуляюсь с балансиром. Вот, потом приду и проверю, если кто-нибудь малинку сожрал, значит, уже рыба подошла, значит, уже можно потихонечку ловить. Вот, ну, и если сейчас сидите, чай пьете, то вам приятного чаепития. Лагерь у нас на заднем плане, видите, разбит. Я сейчас пошел на лунки, которые сверлил от берега до этого места, взял свою балансирную удочку. Балансир, один из моих любимых. Ну, правда, дешевый, конечно, но все равно ловит хорошо. И теперь буду проверять лунки с балансиром. Если клев будет плохим или его вообще не будет на балансир, тогда приду переходить на ловлю на блесну. Окунь у берега показал кукиш. Не откликнулся вообще абсолютно ни на что. Ни на балансир, ни на блесну, ни на блесну с подвеской, вообще ни на что, ни одной поклевки не было. Прошел уже, наверное, примерно час, поэтому сейчас иду проверять на кормленные лунки. Может быть, хотя бы на них нам сегодня удача. Ура, товарищи! Я поймал первую рыбку до сегодня. Во! Пока дожелалась на 7 метрах. Было большое количество пустых поклевок на малинку. Потому что ни на что другое совсем уже перестала рыбу клевать. Погода, видимо, дурачится, поэтому и рыба тоже непонятно для себя. Но мы все-таки нашли, поймали. Сейчас мы на 7 метрах тут начали происходить поклевки. Много очень пустых. Задержусь. Попробую все половить. Может быть, покрупнее какая-нибудь сорока подойдет. Может быть, отлещик будет. То, наверное, бум ловить сейчас. Идет, идет потихонечко. Идет, идет потихонечко. То, наверное,ここ一к, надо... Оооо. Та-та-па-па-па Та-па-па-па-па-па-па-па Та-па-па-па-па-па-па-па Та-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Тихо, 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 тихо Тише, тише, тише Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, и завершилась наша сегодняшняя рыбалка Клев был очень плохой Окунь на блесну совершенно никак не откликался Однако подошел один вот такой отличный окунек, который сделал всю рыбалку на прикормку с мотылем Если бы на этом водоеме, на этом неизвестном месте я не прикормил линьки, а только обследовал бы берег То, скорее всего, я бы уже давно-давно был дома Поэтому я надеюсь, что моя схема и целенаправленное желание поймать рыбу сыграли свою роль Ну а о том, что вы поймали, используя такую или примерно такую же тактику, пишите, пожалуйста, в комментариях Ставьте пальцы вверх, если понравилось, как я это окунь вытаскивал Это было меньше что-то с чем-то Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на инстаграм Подписывайтесь на группу вконтакте Туда тоже буду всякие мухи и видео выкладывать Всем до скорых встреч Увидимся в следующих видео